Это время было названо темными веками, потому что люди делали друг с другом ужасные вещи. От того, какая сейчас юга, зависит объем эфирного тела. Люди не устают повторять «это Кали-юга», потому что Кришна сказал, что это Кали-юга. Но каким будет наш следующий шаг, и как будут жить следующие поколения, решать нам. Все это еще продолжается. По крайней мере, на новостных каналах не устают повторять «это Кали-юга», потому что Кришна сказал, что это Кали-юга. Когда? 5124 года назад. Так что с тех пор кумулятивный эффект Кали, который продолжался 2592 года, иссяк. Два пара Юга также продолжается 2592 года. Она закончится примерно в 2082 году. Кали-юга. Значит, еще 58 лет. 58 лет. Почти 60. Если вы проживете еще 60 лет, то увидите Трета-югу. Это не значит, что Трета-юга придет в один день. Когда говорят о приходе зимы, это не значит, что она настанет в один прекрасный день. Это происходит. Лето тоже не устанавливается за один день. Это происходит постепенно. Так что то, что называется Югой, это своего рода сезон. Сезоны большего масштаба. В обычных сезонах зимой деревья и животные одни, весной они другие, летом другие опять. Точно так же жизнь на этой планете будет различаться в разные юги, потому что это система суперсезонов. Кали – это время, когда мы находимся в самой удаленной точке эллиптического цикла. Как следствие, можно взглянуть на это по-разному, но важно одно. Среди пяти тел или пяти слоев тел, которые мы несем, особенно это касается людей. Физическое тело или Анна-Мая-Коша. Ментальное тело или Мана-Мая-Коша. Энергетическое тело или Прана-Мая-Коша. Ивиньяна-Мая-Коша. Или эфирное тело. Вопрос всегда в том, сколько у вас Анна-Мая-Коши, насколько у вас доминирует Анна-Мая-Коша, Мана-Мая-Коша или эфирное тело, оно же Виньяна-Мая-Коша, соответственно, вы и будете функционировать. Так что эти суперсезоны в некотором роде определяют это. В четырех временах года. В целом в Индии на широте 11 градусов. Можно и не заметить явной смены сезонов, но она есть. Только потому, что ее заметили. В Тамилнаде есть месяц Маргали-Масам и Мага-Масам. В Индии его называют по-разному. Все признают этот месяц как месяц спада. И люди делают что-то для самосовершенствования. Но если взять страны с умеренным климатом, зима и весна там разительно отличаются. Невероятные изменения. Трудно поверить, что это один и тот же мир. Если оказаться там зимой, все будет выглядеть так, как будто это конец света. Весна приходит. И все возвращается. Так что, по крайней мере, в этой части полушария или в северном полушарии, это так, в южном полушарии все наоборот, но происходят те же самые процессы. И в суперциклах происходит что-то подобное. Но в отношении людей доминирует ли ваше физическое тело, ментальное тело, энергетическое тело или эфирное тело, также в какой-то степени зависит от этих регулярных годовых циклов. Но суперцикл определяет гораздо больше. От того, какая сейчас с юга, зависит объем эфирного тела. Это не значит, что это определяющий фактор. Совершенно нет. Он не доминирует, просто оказывает влияние. В любой юге у вас может быть все замечательно. В любой юге вы можете пребывать в расстройстве. То, что вы испытываете под влиянием всего этого, не является вопросом того, насколько вы хорошие или плохие. Как только у людей появляется предвзятость, кто-то становится грешником, а кто-то святым. Как это происходит? Вы устанавливаете некоторые ценности. Если кто-то не может им соответствовать, он грешник. Если кто-то может им соответствовать, он святой. Но эти ценности меняются от места к месту, от возраста к возрасту, от эпохи к эпохе. Это не самое важное. Важно то, что мы понимаем, что, сидя здесь, мы есть то, что мы есть. Мы являемся следствием того, что производим внутри себя. Вопрос только в том, то, что мы делаем внутри себя, происходит осознанно или нет. Если мы делаем это осознанно, то последствия будут такими, как мы хотим. Если мы делаем это неосознанно, последствия будут случайные. Случайные последствия могут быть иногда очень болезненными, иногда хлопотными для вас, но в основном для других. Время Кали-Юги, которое завершилось более двух тысяч лет назад. было названо «тёмными веками», потому что люди делали друг с другом ужасные вещи. И не просто делали ужасные вещи, но делали это в больших масштабах. Это не значит, что в два Параюги мы не делали ужасные вещи. Делали. Но всё же это не было нормой. По крайней мере, мы знали, что это неправильно. В этом большая разница. Вы делаете что-то ужасное, но по крайней мере, знаете, что это ненормально. Но если вы думаете, что это нормально, тогда другое дело. Это другое дело, потому что здесь невозможно что-то исправить. Так было принято в мире прошлого. Многие вещи, которые нам кажутся невозможными, раньше были обычным делом и принимались как должное. Итак, мы почти в Трета-юге, но нам не нужно ждать её. Вот, жара не ждёт. Ещё не лето, но она уже заставляет нас потеть. Почему бы нам тоже не быть на шаг впереди времени, да? Вот почему очень важно, заложили ли предыдущие поколения фундамент для чего-то или нет. Это определяет, сколько построит следующее поколение, не так ли? Это верно для дома, это верно для народа, это верно для вашей осознанности. Качество фундамента, который будет заложен сегодня, определит, сколько смогут сделать следующие поколения. Так вот, живя в этом времени, вы, возможно, не увидите великолепный дворец, который будет возведён на этом фундаменте, но вы хотя бы заложили фундамент. Может быть, построили макет комнаты и тоже немного насладились этим дворцом. Который мы заложили во многих смыслах. Много людей говорят, что жизнь становится хуже с каждым днём. Но, пожалуйста, посмотрите, как люди жили здесь 500 лет назад. Сегодня мы живём лучше, разве не так? Все, особенно женщины. Вы должны сказать одно большое «да». Потому что для женщин на этой планете жизнь никогда не была так хороша во всём мире. Каким будет наш следующий шаг? всё в наших руках. Мы так живём, потому что кто-то заложил мощный фундамент, и поэтому мы достигли этого. Но каким будет следующий шаг, или как будут жить следующие поколения, зависит от нас. в такое время, когда мы переходим от одной юги к другой, когда зима сменяется весной, мы должны быть готовы расцвести. Да? Во многом время, в котором мы живём, очень значимо. потому что я могу этого не увидеть. Я этого не увижу. Но многие из вас, молодые люди, увидят, как мы переходим от два пара юги к трето-юге. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова